МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорить упоказывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломец. Здравствуйте. Тарифы на коммуналку в Севастополе повысятся во втором полугодии 2021 года. Причем сильнее, чем у нас, плата может вырасти только в двух регионах. В Чечне на 6,5% и в Новгородской области на 6,4%. В Севастополе и Крыму разрешили повысить тарифы максимум на 6,2%. Такая информация следует из распоряжения правительства РФ от 30 октября 2020 года. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Самый распространенный среди регионов, судя по опубликованному документу, индекс повышения в 2021 году – 3,4%. Ранее в аналитическом отчете ФАС появилась следующая информация. Севастополь стал безоговорочным лидером по уровню монополизации сферы ЖКХ. Водоотведение, водоснабжение и теплоснабжение полностью подконтрольны к государственным монетарным предприятиям. Ранее губернатор Михаил Развожаев говорил о том, что коммунальные тарифы будут расти с 1 января 2021 года, уточняет Форпост. Власти рассматривали возможность частично поднять тарифы на электричество и газ, но с не совсем понятной оговоркой, если позволит общая обстановка в городе. Тогда же речь шла о том, что тарифы на коммуналку в городе Героя все еще отстают от средних по России. Одна из севастопольских управляющих компаний обратилась в прокуратуру Ленинского района города с просьбой провести проверку деятельности общества с ограниченной ответственностью «Чистый город». Некачественная работа предприятия, по мнению руководства управляющей компании, причина мусора в севастопольских дворах. Мусоросборочные машины часто нарушают график вывоза твердых коммунальных отходов и оставляют после себя горы отходов, выпавших из переполненных контейнеров. Мусорные контейнеры стоят возле подъездов уже третий день. Их вывезли из специальных помещений, чтобы мусоровоз очистил баки. Они давно переполнились, поэтому рядом вырастают груды пакетов с отходами. Такая ситуация повторяется регулярно. Жалуются жители домов на проспекте генерала Острякова. Дворники разделяют переживания людей. Они убирают придомовую территорию и мусоросборные камеры. Но машина приезжает нерегулярно. Баки стоят по несколько дней. А в это время мусор разносится по всему двору, потому что сотрудники компании «Чистый город» не вывозят отходы, выпавшие из контейнеров. К сожалению, происходят сбои с графиком, и не всегда убираются эти контейнеры. И пакеты, которые мы собираем тоже возле этих контейнеров, потому что мусора больше, чем сами контейнеры по вместимости. И почему-то эти мешки не забираются. Мы опять создаем бригаду, которая приезжает сюда специально, чтобы убрать этот мусор, который разбросан ветром. И опять собирают это в мешки, опять складывают. И оно происходит вот так закольцованно. Рабочие говорят, что проблема не только в нарушении графика. Количество контейнеров недостаточно для сбора отходов, так как жильцов становится больше, и объем накапливаемого мусора увеличивается. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания Максим Бутин видит решение проблемы в перерасчете количества контейнеров и частоты вывоза мусора. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что количество контейнеров, частота вывоза, опять-таки, контейнеров недостаточно. На сегодняшний день происходит скопление мусора, количество их увеличилось, а нормы остались на уровне 2018 года. Люди же платят за вывоз мусора, соответственно, мы получаем претензии, что мусор складируется, мусор не вывозится. Бутин несколько раз обращался в компанию «Чистый город» с просьбой изменить график или установить дополнительные контейнеры. Но там ему рекомендовали обращаться в организацию благоустройства города Севастополь. Мы обращаемся, но редко видим, так скажем, обратный отклик. Максим Бутин обратился в прокуратуру Ленинского района Севастополя с просьбой проверить, почему компания «Чистый город» не исполняет условия заключенного договора, а также правильность начисления оплаты за некачественно предоставляемые услуги. Маргарита Борисенко, Дмитрий Лилека, Северный форум-бюро. Обустроить обвалоопасный склон, организовать систему капельного орошения для деревьев во дворе. Представители территориального общественного самоуправления нашего города подготовили проекты по благоустройству внутридворовых территорий. Идеи, которые севастопольцы мечтают воплотить, они подготовили для участия в конкурсе правительства Севастополя. В территориальном общественном самоуправлении Геловани-30 до мелочей продумали, куда потратят средства, которые планируют выиграть в конкурсе правительства города. Председатель организации рассказала, что давняя проблема их двора – разрушающийся склон. Во время дождей камни и часть грунта смывает прямо на пешеходную зону и детскую площадку. Мы решили вот саму стенку не воздвигать вот выше, а сделать сетку, снять вот эту землю и сделать там сетку. И посадить там просто траву, какое-то растение для укрепления, чтобы земля не скатывалась вниз. На средства предыдущего гранта севастопольцы обустроили во дворе спортивную площадку и сделали небольшую поляну сказок. Вдоль тропинок стоят богатыри Мальвина и Пьеро. Благодаря таким конкурсам севастопольцы могут самостоятельно организоваться и воплотить давние мечты по благоустройству дворов. Жители домов по улице Льва Толстого хотят создать в своем дворе систему капельного орошения. Во дворе разрастается и круглогодично цветет альпинарий. Этот сад жители создали собственными руками и постепенно, с помощью грантовой поддержки в том числе, пополняли его новыми растениями. Очень бы хотелось, чтобы вода адресно доходила до каждого, ну не до каждого, но до растений, без лишних водопотерек. Поэтому одно из наших предложений – это создание системы капельного полива наших зеленых насаждений, что, по нашему мнению, позволит избежать потери воды. В планах жителей также обустроить пешеходную дорожку за домом, а также установить качели для детей постарше. Какие ТОСы выиграют главный приз – миллион рублей на развитие своих дворовых территорий – станет известно уже в этом месяце. Дарья Юхновская, Дмитрий Лилека, Севенформбюро. Жители трех домов 18, 20 и 22 по улице Дмитрия Ульянова жалуются на бездействие чиновников. В прошлом году представители власти пообещали горожанам благоустроить сквер в честь прославленного севастопольского скульптора Станислава Чижа и отремонтировать дороги в прилегающих дворах. Однако с начала года люди стали получать отписки. В итоге чиновники вообще заявили, что никакого благоустройства не будет. Вот здесь должен был появиться небольшой уютный сквер в честь известного севастопольского скульптора Станислава Чижа. Больше года назад, 27 августа 2019 года, у торца дома номер 22 по адресу улица Дмитрия Ульянова состоялась встреча общественников с главой Гагаринского муниципального округа Алексеем Ярусовым и Владимиром Немцевым. По итогам совещания чиновники заверили горожан, что сделают все возможное, чтобы в 2020 году, в год 85-летия скульптора, здесь появился сквер его имени. Кроме того, представители власти пообещали привести в порядок прилегающие дворы и проезды. Однако обещания чиновников остались только на словах. И обещали, сказали, да, в 2020 году мы все сделаем. Сделаем дороги, вот наши вдоль домов, подъездные дороги. Сделаем весь этот сквер, все, в 2020 году. А в 2020 году уже мы нигде были, не были. Вот я хожу, нигде мы в планах нет, никто ничего, говорит, мы делать не будем. И не могут даже определиться, чья это земля. Понимаете? С начала 2020 года на свои письма с вопросами о сквере общественники стали получать отписки. Департамент городского хозяйства направил гражданам официальный ответ, где было указано, что участок земли, на котором люди рассчитывали увидеть скверик имени Станислава Чижа, имеет категорию «земельный участок среднеэтажной жилой застройки». В переводе с языка бюрократического – «это граждане, ваша территория, мы тут ни при чем». Верхом цинизма. После всех обещаний жители посчитали предложение чиновников принять участие в конкурсе «Самый дружный двор» и выиграть деньги на благоустройство. Семья Станислава Чижа своими силами разработала проект сквера. Но дальше обещаний у чиновников дело не пошло. Одновременно с обустройством сквера жителям пообещали и ремонт прилегающих территорий. Сегодня дворы в районе 18-го, 20-го и 22-го дома очень нуждаются в приведении в порядок. Чтобы зайти в наш подъезд, нужно преодолеть препятствия. Там дорога вся в выбоинах, в ухабинах. И вот я колясочница, иду и боюсь поткнуться и упаду. Также вот эта наша дорога между домами, 18-м и 20-м домом, тоже вся в колдобинах, вся в дырах. Сколько мы писали и Разважаеву писали, обращались во все инстанции в ЖЭК, ноль эмоций. Мы еще строили этот дом. И было здорово, конечно. Все было. Как-то все шли навстречу людям. А сейчас о нас забыли. Вот так. Этим домам более полсотни лет. Многие проживают здесь с момента постройки 1967 года. По словам горожан, масштабный ремонт здесь не делался никогда. Кто-то из жильцов своими силами делает ямочный ремонт, заделывая дыры строительной смесью. Кто-то ведет постоянную борьбу с чиновниками, требуя от них, наконец-то, сделать обещанный ремонт. Департамент и наш ГУПС документ нам такой дал, что в 20-м году у вас будет ремонт ваших всех территорий. Вот 20-го дома, 22-го дома и 18-го. Будет благоустраиваться весь двор, скамеечки там, земля завезется. Но этого ничего нет. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро. Памятник авиаторам-черноморцам на проспекте генерала Острякова разрушается. На стенах и гранитных плитах появились многочисленные трещины. В некоторых местах плиты вообще исчезли. На искусственном кургане зияют дыры и провалы. Установленный в 1981 году по проекту скульптора Юрия Канашина памятник авиаторам-черноморцам представляет собой три 32-метровых пилона в форме трелистника, увенчанные стилизованным изображением боевых самолетов. В композицию входит также мемориальная стена памяти на гранитных плитах, которой высечены имена 1297 летчиков-черноморцев, которые не имеют захоронений. Из-за отсутствия надлежащего ухода многие имена погибших летчиков стали просто исчезать. Сама стена памяти в трещинах. Одна из лестниц, ведущих к монументу, сильно просела в грунт. Памятник авиаторам-черноморцам занесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Телеканал НТС направит информационный запрос в Управление охраны объектов культурного наследия Севастополя, чтобы выяснить, известно ли ведомству о текущем состоянии памятника и когда запланирован ремонт или реконструкция объекта. В Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусом. 49 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и 9-й городских больниц. Остальные зараженные на амбулаторном лечении. Такие данные к утру 5 ноября приводит пресс-служба правительства Севастополя. Все заболевшие местные жители в возрасте от 8 лет до 81 года. Всего с начала года в Севастополе новой инфекцией заболели 2799 человек. К настоящему моменту выздоровели 1873 человека, из них 51 за минувшие сутки. С начала пандемии в Севастополе от коронавируса умерли 72 человека. В стационарах остаются 268 человек, 158 в инфекционной больнице, 140 в городской больнице номер 9, двое в госпитале Министерства обороны. В пансионате Изумруд 31 человек, на амбулаторном лечении 531 человек. Под наблюдением находится 604 человека, контактировавшие с зараженными, однако диагноз у которых не подтвержден. В Крыму статистика заболеваемости продолжает бить рекорды. Коронавирус за сутки там подтвержден у 207 человек. Два человека умерли от осложнений заболевания, передает пресс-служба Минздрава Крыма. У 34 вновь выявленных пациентов заболевание протекает бессимптомно. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью. 100 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Один случай завозной из-за рубежа, написал он. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 10 364 человек с начала года, выздоровевших за весь период более половины. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 153 смерти пациентов с коронавирусом. Министр здравоохранения Республики Крым решил добровольно работать в госпитале для больных коронавирусом. Александр Остапенко свободное время посвящает волонтерству в отделении Симферопольской городской больницы номер 7, где лечат людей с тяжелой формой течения болезни. В пресс-службе Крымского Минздрава уточнили, что министр помогает сотрудникам медучреждения только в свободное от работы время и по выходным. Я не доктор. Я буду работать с вами как простой, проволец, да, и выполнять все ваши поручения. Договорились? Договорились. Александр Остапенко работает и в приемном покое, и в отделении реанимации. Контролирует состояние пациентов. Министр здравоохранения Крыма, как все, отрабатывает ночную смену с полуночи до 8 утра в так называемой «красной зоне». Я пришел работать министром без малого месяца назад. Мы сделали, ну, по сути, переворот в области здравоохранения. И вот на сегодняшний день мы на каждое утро, я получаю соответствующий отчет, мы имеем баланс по свободным койкам порядка 130-140-150 кой. Это позволяет нам с учетом разумного кирераспределения койчной мощности по степени тяжести пациентов иметь возможность диспетализировать показанных пациентов. Александр Остапенко убежден, если медики и волонтеры объединятся, подставят друг другу плечо и будут сообща бороться с новой инфекцией, можно добиться отличных результатов и с достоинством справиться с коронавирусом. Помощь инфицированным в данный момент централизована в Республиканской клинической больнице имени Симашко в Симферополе, отметил министр. Для пациентов реанимационного профиля мы открываем 50 коек реанимации интенсивной терапии в Республиканской больнице, для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И это будет, в общем-то, достаточно повысить медицинскую эффективность оказания помощи этим пациентам. По словам Александра Остапенко, в системе оказания амбулаторной помощи в Крыму задействовано более 500 волонтеров. В парке «Патриот» начинает свою работу учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Проекты и концептуальные решения разработали специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Военное ведомство опубликовало кадры из учебно-методического центра. На площади в 25 гектаров размещены двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовая, медпункт, крытый спорткомплекс, а также стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Также на территории имеются силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастический городок, полоса препятствий с водной преградой, хоккейная коробка, туристическая зона, скалодром, галерея для стрельбы из охолощенного оружия. А в год учебный центр «Авангард» будет принимать около 30 тысяч старшеклассников. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-0060, мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова